Патриотический проект «Поезд памяти» посвящен Великой Отечественной войне. В этом году отмечается 80-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. В 2021 году акция инициирована главами Верхних Палат парламентов Беларуси и России, представителем Совета Республики Национального Собрания Беларуси Натальей Качановой и спикером Совета Федерации Федерального Собрания России Валентиной Матвиенко. К слову, в 2023 году с 21 июня по 6 июля маршрут «Поезд памяти» прошел по 14 городам России и Беларуси. В нем принимали участие десятиклассники, которые любят свою страну, хорошо учатся, занимаются патриотической работой. Белорусско-российский проект «Поезд памяти» я считаю на современном этапе крайне актуален и для взрослых, и для молодежи, которые обязательно мы должны сплотить. Для того, чтобы сохранить историческую память как наследников Великой Отечественной войны, как наследников поколений победителей, потому что мы видим, что происходит в современном мире, и мы понимаем, что для той активной молодежи, которая выражает не только активную гражданскую, но и жизненную позицию, крайне важен такой конкурс для того, чтобы сплачиваться, для того, чтобы сдружиться молодежи, общаться, понимать, что у нас единство ценностей, одинаковый подход к сохранению духовности, человеколюбия, признания того, что каждый человек достоин жить в мирное время. Первый год принимали участие только ребята из России и Белоруссии, в прошлом году добавились ребята из Азербайджана и Кыргызстана, и в этом году рассматривается участие еще четырех стран постсоветского пространства. Чтобы стать участником международного проекта «Поезд памяти» в будущей девушке проходит отбор сначала на районном уровне, потом городском и областном. Предпоследний этап конкурса перед республикой проводят в четыре этапа, и он включает следующие задания – портфолио, визитная карточка и эссе на тему о той весне. Понаблюдав за участниками, сразу понятно, что каждый из них подошел к выступлению серьезно. Над ними работала большая команда таких же мотивированных ребят, а в зале – сильная группа поддержки. Всего на областном этапе показали себя 23 школьника. «Поезд памяти дает возможность углубиться в историю, он развивает человека как личность. Я считаю, что такие патриотические проекты – это действительно очень важно, чтобы молодежь узнавала что-то новое, узнавала о культуре, узнавала о нашем прошлом, потому что прошлое действительно очень важно для нас. Конкурс ответственный, подготовка шла действительно очень долго, то есть три этапа – это портфолио, это визитка и это эссе. Вот, то есть эссе было уже написано, портфолио сделано, и вот сегодня в ЦМТ мы представляем свою визитку на сцене, рассказываем о себе и, в принципе, вот зачем мы приняли участие в «Поезде памяти» для чего. Я верю в то, что от каждого из нас зависит будущее, и я сделаю все для того, чтобы жить и работать в мирной, процветающей стране. Но для этого надо знать и помнить свою историю, поэтому мечтаю стать частью проекта, который помогает сохранить священную память о Великой Отечественной войне и героическом подвиге тех, кто дал жизни за мир и независимость моей любимой Беларуси. Подготовка шла месяц, мы каждый день тренировались, репетировали, готовились на город, на городе мы себя показали, и вот я на области. По итогам областного этапа члены жюри определили 10 победителей, которые представят первый регион на республиканском этапе конкурса. Среди них Брещане, Дария Левковец и Фрол Рыжов. Наши ребята заинтересованы как никогда на первом и втором этапах, это в школьном и районном конкурсе, приняли участие свыше 5000 учащихся. Сегодня на областном этапе будут представлены работы и проекты 23 победителей, и мы определим всего лишь 10 финалистов областного конкурса, которые пройдут еще отборочные испытания на республиканском конкурсе.